Это пистолет-пулемет Томпсона, образца 28-го года, выпуск уже военного времени. То есть изначально такие автоматы, они создавались скорее под нужды полиции, что ли. Под нужды гангстеров, наверное, скорее. Ну нет, гангстеры, скажем так, приняли их как родных, потому что они идеально подходили под их, скажем так, скрытное перемещение. То есть у ранней модели, у него, например, вот так вот приклад отстегивался с помощью специальной кнопочки. Вот, и эта штука становилась сильно компактнее, но в то же время была... А то есть ей можно было без приклада вообще орудовать, да, грубо говоря? Да, вполне, особенно когда приклад скорее мешался, нежели полагался, помогал. Вот, изначально они шли не под коробчатые магазины, а под бубны. Ну, наверное, в фильмах видели такие. То есть бубны были сначала крупные, потом, по-моему, на 75 патронов, потом пошли на 50 уменьшенные. Причем, если в советском ППШ он вставлялся вот так вот снизу, то в случае автомата Томпсона он вставлялся вот так вот сбоку, вот эти пазы. Вот, и, собственно, точно так же позволял вести автоматический огонь. Кстати, переключатель у него с автоматического на одиночный тоже был. Вот он. Вот такой флажок переводился. Ну и плюс, разумеется, предохранитель. То есть сейв это предохранение, а файр это, собственно, огонь. Слушай, мне говорили, что они стоили в производстве как автомобиль Форд. Ну, насчет Форда не скажу, но все, в принципе, пистолеты и пулеметы начала 20 века, они приравнивались к десятку, а то и больше винтовок, и, скажем так, практически пулемет были по цене. Вот, ну, опять же, американская промышленность была на довольно высоком уровне, и, скажем так, конвейерные процессы позволили немножечко снизить стоимость их производства. Но при этом вот ранние модели, они вот прям чувствуются, что в отличие от более поздних, и после военных пистолетов-пулеметов, и даже периода Великой Отечественной и Второй мировой, здесь чувствуется вот такая фрезерованная конструкция. То есть видно, что вот это вот такой монолитный кусок металла. То есть если в случае там более поздних ППШ, тех же самых, там была штамповка, то есть корпус, то здесь прям вот обработка была, вытачивание всех этих позов, то есть гораздо более сложные технологические операции. Ну и, разумеется, тут все было запатентовано, каждый патент вписался. То есть все вот эти патенты, они, значит, какую-то часть, которую кто-то изобрел, либо внедрил в этот автомат, то есть тут тоже целая работа. То есть его цена состоит вот из этих патентов, да, и каждому из вот этих людей, это же разные люди, да, я так понимаю? Это компании какие-то небольшие. И им шеетчисления, да, с каждого, грубо говоря. Скорее всего, да. Вот, опять же, у ранних моделей, а это, условно говоря, с 28-го года по 42-й производились именно такие. Именно этот к нам прибыл с конвоями по программе Ленд-Лиза, то есть с мурманских портов, вот его на склады поместили, и потом, скажем так, он в охолощенном виде, а это именно макет, вот, с имитацией, скажем так, возможности выстрела, он попал уже сюда, на поля реконструкции. А как он разбирается? Можно, ну вот, можно не до конца разбирать, можно чуть-чуть. Ну, как приклад снимать, я уже показывал. Приклад я увидел, да. С кнопочкой, да, вот так вот он, грубо говоря, ставился с прикладом. Далее приклад снимается. То есть по пышату разбирается вообще одна кнопка, он ломается, и все, и доступ туда получается. Ну. Или по ППС тоже прям раз и все. По ППС, да, но это уже модели более позднего периода, то есть в 42-м году этот автомат был немного модернизирован, то есть можно обратить внимание, что у него ручка взвода находится сверху, у ранней модели 28-го года, а у более поздних, то есть в фильмах, может быть, видели, которые М1А1, у них уже сбоку вот такая вот маленькая рукоятка. Вот, разбирались. Собственно, здесь нажималась кнопка. Вот, на ударно-спусковой механизм и, собственно, затворную группу с стволом и ствольной коробкой. Вот. То есть полностью разбирать... Да не будем ломать, потом вдруг останутся лишние детали. Нет, лишних точно не останется, но, скажем так, есть небольшая тонкость в его сборке, это пружина, то есть если в советских автоматах ее можно было, ну, да и в большинстве других заправить руками, то тут ее, скажем так, вставлять, нужно специальный штифтик использовать, чтобы грамотно ее заправить. Вот. Ну, разбирать сейчас, наверное, не будем. Ну, давайте тогда обратно соберем. Да, это так. Ну, не полная сборка. Да, это даже не разборка. Так, его по-хорошему нужно извлекать пружину. Просто сегодня он еще пока не стрелял, как только мы после реконструкции будем их, скажем так, чистить и разбирать, там уже можно будет посмотреть более полный процесс. Вот. А так, вот даже можно обратить, что это уже упрощенная модель военного времени, то есть у более ранних вот здесь шел такой прицел, по-моему, Линдеман, как это так назывался, там поднималась такая планочка, на ней был бегунок, то есть целая система конструкции. А здесь прям просто-просто. Это уже упрощенный диоптрический прицел, то есть минимальный, главное... А вот такие вот прицелы с дыркой, насколько они эффективны? Это же грязь забилась и все. Ну, грязь-то прочистить можно. В принципе, любой прицел можно так или иначе вывести из строя. Вот. Просто в разных моделях оружия и в разных оружейных школах были разные подходы к прицельным приспособлениям. В США там что на М-16, что на Томпсонах более распространенный диоптрийный прицел. У нас вот система мушка-целек, я даже не знаю, как это более правильно сказать. Но опять же, где что, где к чему привыкли. Тут даже в рукоятке взвода была специальная прорезь профрезерованная, чтобы не мешала линии прицеливания. Опять же, на ранних автоматах шел вот такой вот дульный тормоз-фомиогаситель. Здесь со всеми, можно сказать, штампами, регалиями, кто его произвел, с патентами и прочим. Любили они это дело. Любили платить деньги всем. Да, что можно сказать, что автомат тяжелый, но зато надежный. То есть он провоевал вплоть до Кореи. И даже в Вьетнаме на каком-то этапе его использовали, можно сказать, особенно старики, кто больше к нему привык. То есть тяжелое надежное оружие вызывало ощущение какое-то более подходящего для войны дела, чем более современные пластмасски. Пока вот как-то так. Продолжение следует...